После русско-турецкой войны 1768-1774 годов на юге России был создан ряд крепостей, которые составили Азово-Моздокскую оборонительную линию. Например, Константиногорская крепость стала родоначальницей Пятигорска. А вот у Кисловодской была совсем иная задача помогать больным и страждущим безопасно пользоваться целебной минеральной водой, ибо предметом ее охраны был первый на территории нынешнего Кисловодска каптаж минеральной воды, мясниковский сруб, деревянный колодец с оградой. Но популярность Нарзана и его неоспоримая польза для здоровья требовали иного подхода. Вот почему светлейший князь Михаил Семенович Воронцов в период своего наместничества на Кавказе пригласил Самуэля Уптона, архитектора по проектам которого были построены здания и сооружения в городах Каменвуд. Кисловодская Нарзанная галерея появилась на месте старого каптажа, а ее проект носил черты готического романтизма. По замыслу Уптона она должна была объединить под одной крышей сам источник, галерею и купальни. Но шли годы и ныне Нарзанная галерея, построенная в 1848-1853 годах, являясь объектом культурного наследия федерального значения, потребовала бережного и аккуратного ремонта, который продолжался чуть более трех месяцев. И вот наступил момент, когда Нарзанная галерея вновь, в буквальном смысле, распахнула свои двери, а жители Кисловодска и его гости вполне смогли оценить то, как восстановлен свод потолка, пол мраморной композиции. Отмечено, что ремонт никак не повлиял на целебные свойства минеральной воды, а качество ремонта оценил почетный гражданин Старопольского края и почетный житель Кисловодска Борис Матвеевич Розенфельд. Это памятник архитектуры XIX века. Это великолепный зодчи Самуил Уптона. Построил для людей, чтобы они пользовались самым целебным источником Нарзаном. Вот это Нарзанная галерея сердца Кисловодска. Если сказать, что за эту долгую жизнь, почти два века, существует эта галерея, это фактически первый капитальный ремонт. Вполне понятна и гордость жителей Кисловодска. Нам очень радостно, что Нарзанная галерея открылась после такого замечательного ремонта. В конце концов, это бренд Кисловодска, наверное, самый главный, потому что именно здесь, от кислого колодца, начался наш Нарзан. То есть началось самое главное действие, ради которого построился весь Кисловодск. Поэтому очень хорошо, что она поддерживается в хорошем состоянии, что сюда едут люди, что Нарзан хорошего качества, прекрасные бюлеты и нравится всем любого возраста. Вы можете в этом убедиться. Как уже было отмечено, окончательные штрихи, касающиеся фасада Нарзанной галереи, будут нанесены уже в ближайшее время. И тогда старинное здание вновь предстанет во всей первозданной красе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!